У меня есть свой личный способ справляться с волнением. Я достаточно часто выступаю и каждый раз волнуюсь. И я говорю об этом открыто и прямо. Я сейчас очень сильно волнуюсь. Как это помогает? Я размещаю это чувство не внутри себя, а вовне. И оно как будто бы успокаивается. Еще это дает возможность соединиться с аудиторией. И я сейчас подведу немножечко к своей теме. Моя тема – коллаборация. Что такое коллаборация? Википедия предлагает такое определение. Это что-то такое про сотрудничество, про взаимодействие двух, трех и более людей с целью создать какой-то продукт или что-то такое, сделать новое. Это слово произошло из французского языка. Немножечко отступление к слову. Все слова в русском языке, которые заканчиваются на ция, все французского происхождения. А у нас сейчас, не знаю, слышали вы или не слышали, был недавно такой бум, что у нас где-то на уровне государственном или правительственном предложили отказываться от иностранных слов и свои какие-то внедрять. Так вот, коллаборация в переводе с французского – сотрудничество. Мне не совсем нравится слово сотрудничество. Почему? Объясню почему. Потому что там в корне есть слово труд. Труд для меня – это синоним трудно, трудности, трудиться, что-то такое, прям какое-то, знаете, вот надо, да, вот как-то прям, вот прям прозаставлять. Я вообще, ну, из тех людей, которые очень такой бунтующий, сопротивляющийся, да, и когда мне говорят «надо», даже если мне надо, я буду очень сильно против этого саботировать и протестовать. Но сотрудничество-то необходимо в жизни, да, какие-то проекты есть, и я, тот человек, я до сих пор волнуюсь, если что, да, руки дрожат. Вот, еще один раз нужно это было сказать. В общем, есть такие проекты, да, которые лучше рождаются, да, лучше как-то. В общем, короче, я поняла, что любые проекты, которые делаешь с кем-то в сотрудничестве, они получаются как будто бы интереснее и лучше, и много разных идей. Но слово все-таки не нравится, да, сотрудничество. Родилась идея. Есть абсолютно классная. Я, кстати, когда готовилась к этому выступлению, проштудировала интернет и поняла, что это слово, сейчас я его скажу, минуточку внимания, вы его услышите. Это слово, оно исконно русское, и оно еще, его можно найти там в трудах наших великих людей, которые собирали словари, например, Ушакова, да, с 1935 года, и это слово сотворчество. И для меня, понимаете, как только я внедрила не только в лексиконную, в жизнь это слово сотворчество, да, и начала в сотворчестве общаться с людьми, знакомиться, появился интерес, вот мне стало интересно, да. Вот, например, я встречаюсь с человеком, он мне обычно, ну как там происходит, да, на каких-то бизнес-завтраках, на каких-то на тусовках там, да, где много всяких разных людей, красивых, классных, интересных. Обычно все рассказывают про какую-то, про свою деятельность, да, а мне интересно, а почему ты выбрал именно такую деятельность, да, что тебя подвигло к этому? И вот ответ на этот вопрос помогает увидеть человека за всеми вот этими его статусами. И опять же, через вот эти вопросы это сотворчество, да, и вот сейчас я вас вижу, вы все такие прекрасные, классные, красивые, да, пожертвовали своим воскресеньем, пришли сюда послушать меня в том числе, кто-то выступить, да, что-то для себя взять, что-то не взять. И когда я вам говорю об этом, даю вам какую-то обратную связь, да, там признание, есть такое слово классное, признание, для меня это уже сотворчество, то есть то, что делаю я сейчас, вы меня слушаете, это уже процесс сотворчества. И это настолько удивительно, настолько здорово, да, мне тут просигнализировали, что у меня осталось 30 секунд, я буду к завершению подходить, к этому я тоже подготовилась. Вот, к чему моя вообще цель моего выступления, что в сотворчестве какие-то проекты, да, если, например, посмотреть на любое начало деятельности, да, на любой какой-то уже какую-то деятельность, на команды, на большие, на маленькие, если подходить с точки зрения сотворчества, а что такое творчество творить, это детская внутренняя часть, да, где из детства там много энергии, там много какой-то свободы, для меня вот сотрудничество, коллаборации, это что-то такое классное, безусловно, но что-то такое все-таки ограниченное, а сотворчество, это что-то такое прям, где прям столько возможностей и столько всего классного и интересного, и побыть детьми, это же так прикольно, ну и все равно, и вот новые идеи, это всегда из детства рождаются, а мы остаемся детьми до самой старости, до самой смерти, это невозможно выключить. Вот, собственно, у меня все, спасибо большое, что послушали.